Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, познакомиться с их автобиографией. Жерар Адран II. Французский рисовальщик, орнаменталист, гравер на меди, придворный рисовальщик и гравер короля Людовика XIV, член большой семьи художников Адрана, третий сын живописца и гравера Клода Адрана I, племянник Шарля Адрана и дядя-учитель Бенуа и Жанна Адрана, данные из Википедии. Родился в 1640 году в Лионе, получив элементарное знакомство с приемами гравирования под руководством своего отца Клода Адрана I. Жерар занимался в Риме живописью в мастерской Карла Маратта, но успех, который имели его первые работы в технике резцовой гравюры граб-штихелем, побудили его посвятить себя всецело гравированию. Впоследствии он пользовался также афортной иглой, манерой штрихового афорта. И через свободное умелое употребление то граб-штихеля, то иглы, умел придавать своим произведениям большую живописность. Будучи вызван королем Людовиком XIV из Рима в Париж в 1670 году и получив титул придворного гравюра, прославился воспроизведением в гравюрах картин Лебрена, изображающих победу Александра Майкидонского. Это 4 листа 13 доз. А также гравюрами по картинам Николая Пуссона и других живописцев. Гравюры работы Жерара Адрана составляют основу будущего кабинета Кроза. Это коллекция истампов с лучших картин и рисунков, находящихся во Франции в Королевском собрании. Одного из главных художественных проектов во Франции периода регенства. Стиль регенства. Историко-региональный художественный стиль в искусстве Франции в 1715-1723 году. Прав. Жерар Адрана оказал влияние на творчество Анрителя Дюпон. Одна из парижских улиц носит его имя. Руэ Адран. Умер Жерар Адран II в 1703 году в Париже. Вот так вкратце из переводной википедии данных не очень много. О французском рисовальщике-орнаменталисте, гравюре на меди, передуванном рисовальщике и гравюре короля Людовика XIV. Жерар Адран II. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok